Всем доброй ночи, друзья мои. Мы находимся в больнице. Наш баба Джим, мой свёкор, попал в больницу. И мы возле него сейчас будем до утра с мужем. Он упал три дня назад, переломал ребра, повредил себе лёгкое. И сегодня его состояние ухудшилось, его привезли на скорой. Нам с мужем сообщили, и мы здесь. Так что вот такие вот новости у нас. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Больница вообще огромнейшая. Здесь все остаются родственники. А вот палата наша. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Вот в такой огромной больнице лежит мой баба Джим. Свёкор. Что могу сказать вам, друзья мои? Здесь жизнь начинается после шести. Вот медсёстры начинают после шести свои дела. Начало седьмого, процедуры, капельницы. Вот такой огромный двор. Сейчас вот я вышла на улицу воздухом подышать, потому что палата не проветривается. Воздуха там нет. Думаю, выйду, посмотрю, как на улице. Так свежо, так классно. Могу что сказать вам, что... Вот и я, друзья мои, невестка. Ну, мы, конечно, наверное, может, час максимум поспала я с мужем всё время. И папа тоже плохо спал. Более у него, конечно, перелом ребра. Его с утра взяли на рентген, поставили систему тоже. Сейчас пришли вот убирать отделение, наверное, палату. Принесли ковалты. На ковалты чай. Но ему нельзя кушать. Принесли нам. Индер, вот сейчас кушает. Булочку такую. Оливки. Сырок и масло. И пикмес с тахином. Такое. Сегодня его обследуют ещё повторно, анализ крови, потому что он вчера рвал ночью. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что вот, жизнь непредсказуемая вещь. Цените то, что вы имеете сегодня, здоровье и всё остальное. Потому что сегодня ты дома спишь, а завтра ты не знаешь, где будешь спать. И как ты будешь вообще жить. У восьмого персонал уже идёт на работу. Нет, я не хочу работать медсестрой. Я хочу в это время быть дома. Огромная больница. Государственная. То Росфор. Такое большое окно, но не открывается. Лата, здесь мы немножко легли. Всем привет, мои дорогие. Мы дома. Я, наверное, в предыдущих кадрах говорила, что она сумбургная. Непонятно что. Вообще голова не соображает. Хочется так отдохнуть. Сейчас, наверное, пойду тоже лягу. Муж отдыхает. Прямо душу и лягу. Посуда мойночная. Машинку сейчас включу. Что произошло с нашим папой? Сейчас расскажу вам. Он, оказывается, залез на стол. Что-то там прибить хотел. Какую-то полку. И упал. У него перелом ребер. С проникновением легкое. Это произошло три дня назад. Нам не сообщили. Ему вставили трубку легкое. К аппарату какому-то подсоединили. И отправили домой. И вчера состояние ухудшилось у него. И его срочно забрали в больницу. И тогда только нам позвонили. Ну мы быстренько. Хотя был вчера шикарный вечер. У нас воскресный день такой. Мы только собрались пить чай. Выпустили нашу птичку. И тут звонок племянницы. Грустный. И которая сообщила нам такую новость. Мы, естественно, сразу собрались. И все. Птичку не могли посадить в клетку. Она улетала. И мы так и оставили. Я всю ночь продумала. Боже, сейчас приедем. Она мне все тут обкакает. А так мне вчера все было чисто. И как она что будет? Голодная или это? Приехали. Она нам сидит. Птичка-то наша сидит на веточке. Обкакана все. Весь сервант. Но я все почистила. И вот сижу с вами сейчас. Подмела. Птичка почистила эту птичку. Ашка не смог ее поместить в клетку. Она пошла ко мне. И как пошла ко мне, сразу начала кушать. Хотя мы кормушку выставили наружу возле нее. Но она не сообразила. Что я могу сказать? Конечно, я вспомнила свою профессию. И когда там медсестры узнали, что я медсестра, на меня понадеялись. Я еще помогала там медсестре попасть в Вену. У папы очень плохие вены. И мне так понравилось это. Но ночами я уже не смогу дежурить. Я просидела там, чуть-чуть полежала на кровати. У меня ноги такие отекшие. Уже это не мое. Медсестры приходят на работу в 7 часов. 20 минут седьмого шла смена. Это точно не для меня что. И так целый день. Но это сложно. Смотрю, там молодые. Никого таких возрастей не было. Хотя была медсестра, начиная, наверное, постарше меня. Что я могу сказать? Конечно, они так обрадовались. И говорят, ой, такая красивая женщина. В Батуме мы, говорит, были, но не видели таких. А он говорит, я последнюю забрал. Но шутка, шутка. Пришла сестра в 9 часов и сказала, идите отдыхайте. И Светлане не обязательно приходить сегодня. Ты приходи, Эндер, и все. Действительно, я всю ночь ухаживала за папой, смотрела за капельницей, за его дыханием. Потом маску подсоединила с специальным лекарством для легких. Палату я вам показала. Мы почти не спали. Может, полчаса подремала. А потом, когда все процедуры сделали, процедуры начали. Начало седьмого медсестра пришла. Поставила снова капельницу, померила давление, температуру. Температуру нет. Потом днем пришла медсестра молодая. Что еще могу сказать? Вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Потом мы отвезли его на рентген на кресле. Потом, значит, ему кушать запретили. Его сейчас повезут на эндоскопию. То есть будет проверять желудок. Потому что у него была рвота. И он, естественно, чуть-чуть поспал. Боли, конечно, у него все там. От переломов бедненький. Так держался такой, молодец. Все отекло там под ребром. Где перелом. Синяк такой. Эта трубка еще ему мешает. Но он, молодец, держится. Умничка. Он такой сильный. У меня, я знаю, что все будет хорошо. Он выкарабкается. Выкарабкает такой мужичок у нас. Так что вот такие дела, мои дорогие. Индер пошел спать. Я сейчас тоже быстренько тушь приму. И сделаю кое-какие дела. Хотя бы часик-два посплю. Немножко даже отдохнуть. Потом у меня тел полно, дорогие мои. Ну все, рассказала вам новости. А потом, если вспомню, что-то скажу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписываться на мой канал. Я для вас стараюсь. За копейки. Никто из вас ни в спонсорство не подписался. Ни... Супер, спасибо. Ну, я благодарна за то, что вы смотрите меня. Сегодня я решила приготовить вот такой обед. Грудка в соевом соусе. Так вкусно, как шашлык. Мой муж кушает. Я Эла Чорба. Приготовила салатик. А у меня на тарелке. Все, что есть. Чуть-чуть этой курицы. Тушеная капуста с яйцом. Приятного вам аппетита. И вкусные овощи. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата.